Затылки, ниже пояса. Команда стоп, бой остановлен. Команда врача от назад, бой продолжается. Желаю удачи по угламу. Ну известно, решили устроить. Упустил? Ну я не видел. Прямо, нормально. Академия бокса, шамо боксер. Первый раунд! Итак, первый раунд, первый тяжелый вес. Артур Саркисян против Арутюна Аветисяна. Черные перчатки, черные трусы выше ростом. Это Арутюна Аветисян. Проспект, не имеющий поражения боец. 7 побед, 4 из них одержал Аветисян досрочно. Сразу же на правах фаворита занял центр ринга. Да, стал поджимать канатом он Саркисяна. Артюш так, в принципе, пока двигается на ногах, отстреливается джебом. Да, вот сейчас левый по корпусу. У Саркисяна три победы, одна досрочная. Три поражения, одно досрочное. Проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде, очень серьезному панчеру и проспекту Юрию Кашинскому. Случилось это в апреле прошлого года. Но есть победы над небитыми бойцами, кстати говоря. У Саркисяна стоит отметить его выигрыш досрочный. У Григория Абрамяна случилось это в феврале 2016 года в Москве. Тогда победил техническим нокаутом небитого Абрамяна. Три победы, но это поражение ничьих было у Абрамяна во втором раунде с Саркисян. Свой предыдущий поединок Артуш провел в мае 2016 года и проиграл по очкам Владимиру Жигайлову. Ну и вот в ноябре уже вышел против Аветисяна. Что касается Арутюна, он дебютант на профессиональном ринге с октября 2015 года. И бился в 2016 году уже целых пять раз. Шестой бой за год против Саркисяна у Арутюна Аветисяна. Свой предыдущий поединок он провел в июле 2016 года в Москве. И выиграл по очкам в шестираундовом бою у камерунца Даниэля Нига. Хорошо работают достаточно передней рукой оба бойца, но вот больше таких, наверное, ярких и интересных эпизодов, конечно, в первом раунде у Артюна. Концовка первого раунда. Ну и первый раунд закончен, бойцы расходятся на перерыв. В принципе, наверное, тяжело отдать предпочтение кому-то из бойцов по первому раунду. Возможно, небольшим таким преимуществом владел, опять же, на мой взгляд, Аватисиан, Артюн. Ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Еще достаточно длинная дистанция у нас впереди. Восьмираундовый поединок запланирован здесь. Ну и никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами, дорогие телезрители. Ападемия Вокса. Второй раунд. У нас второй раунд. Ну, в принципе, так же занял центр ринга Артюн Аватисиан. Поджимает он к канатам. И Артюн Саркисян так двигается на ногах и перемещается вдоль канатов опять. Надо отметить, вот достаточно интересная работа передней рукой у Аватисиана. Он хорошо чувствует дистанцию, очень плотно попадает джебом с передней руки. Часто комбинирует с головы на корпус, расстреливая соперника. Вот мы видим, раз за разом попадает вот этим джебом он своему сопернику. И вот так сейчас ко второму раунду. Он составляет определенную проблему своей передней рукой. Большей части как раз таки для Артюн. Ну и пока вот сейчас во втором раунде не успевает, не успевает за своим соперником Саркисян. И в основном он не успевает вот за счет этого переднего джеба, которым хорошо растыкивает своего соперника Аватисиан. И раз за разом попадает он с этим джебом. Ну это весовая категория, достаточно тяжелая. Здесь бойцы бьют очень плотно. И здесь точечное попадание может изменить ход всего поединка в любой момент. А вот здесь были удары немного по затылку. Рефери сделал устное замечание Саркисяну. И продолжается поединок, но практически не отдает инициативу. Постоянно занимает центр ринга Аватисиан. И очень успешно попадает передней рукой раз за разом, причем чередуя то удары в корпус, то в голову. Концовка второго раунда. Здесь обмениваются бойцы ударами, но по затылку они приходятся. Второй раунд закончен. Красного Глубинга Арутюн А50, город Москва, Пятигорск. 21 год, по лицу, метр 91. У него рост 84 килограмма, 200 граммов вес. Профессиональное сопряжение. 7 борек, 7 победничек ворожении не имеет. Арутюн А50, Красного Глубинга. Секундант Азарин. У нас третий раунд. Напомним, два бойца, которые представляют Армению. Арутюн Айвитисян и Артуш Саркисян. У Саркисяна российское гражданство, собственно говоря, у Айвитисяна тоже. Но этническая принадлежность здесь армянская. Арутюн Айвитисян. Боксер, который является проспектом. У него 7 побед, 4 нокаута. Он 0 поражения, 0 ничьих. Он в черных перчатках, в черных трусах. И сейчас так подходит спокойненько и работает. Позволяет ему, позволяет, кстати говоря, Саркисян. Позволяет. Но вот за счет вот этой передней руки растыкивает, как мы уже говорили, своего соперника Айвитисян. Опа! То, о чем мы как раз говорили. Тут любой пропущенный удар. И шанс. Шанс для Саркисяна. Шанс для Саркисяна. Времени, причем, достаточно в раунде. И здесь не нужно миндальничать Артушу. Да, потому что проигрывал Артуш. Опа! Жесткие какие удары. Клинчуют, клинчуют. А Витисян все правильно делает. Спасается в клинче. Но сейчас он так... Недовосстановился все-таки, конечно. Да, и нужно продолжать натиск. Ну, это, конечно же... Артушу Саркисяну. Обнозначно. Шанс для Саркисяна. Шансище. Шансище, да. Просто. Опа! Плывет, плывет, плывет сейчас Ави Тисян. Сейчас очень важно, как грамотно, насколько грамотно использует свой шанс. Использует свой шанс Аркисян. Да, вот он зря, зря он вяжется. Вот это Вознян в инсайде. Ему не нужна. Ему нужно чуть-чуть оттянуться на дистанцию. И работать, работать. И выбрасывать удары. Вы слышите угловые Хави Тисяна. Действительно нужно поднять руки. Как это, как это не банально звучит. Вот мажет, мажет сейчас. Саркисян и такое ощущение, что пришел в себя Аутюн. И мы видим, да, он даже контролирует. Он даже пытается идти вперед. Пытается реваншироваться за тот пропущенный удар. Показывает, что он настоящий профессионал. Да, восстановился. Ну, я скажу, может быть, грубовато. Да, но был шанс у Саркисяна. Да, я понимаю, что раунд еще не закончился. Но, тем не менее, был шанс у Саркисяна. И он его не использовал, мягко говоря. Смотрим, смотрим еще. Хотя, да, хотя раунд не закончился, кто знает. Но вот у меня вот по такой динамике ощущение складывается, что более-менее пришел в себя. Пришел в себя, да. Тисян, и Артюн так пытается даже идти вперед. Даже идет вперед и атакует. Ну, с другой стороны, с другой стороны, может быть, решил сэкономить силы Артуши. Так про себя подумал. Если не в этом раунде, то в следующем я его достану. Вполне возможно. Не стал, да, идти ва-банк. Но здесь тоже есть риск, да, пропустить навстречу. Салют, наверное, или потратить большое количество сил, ничего не добившись. То есть масса вариантов на самом деле. Говорится, стакан наполовину полный, наполовину пустый. Это уже как посмотреть на него под таким углом. Но, тем не менее, вечер перестал быть томным в этом поединке, так скажем, да. Здесь появилась драма. Проспект, который, под которого, да, делался бой. Ну, так, по крайней мере, на бумаге. Взял и пропустил. Вот нам показывает этот момент. Такой точный боковой справа пропустил. Здесь сейчас Аватесян. Ну и, кстати, Саркисян молодец, да. Он удержал руку, то есть был на инстинкте хотел. Да, 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 да. Вовремя удержал руку. Это здорово. Не каждый так может. Салют, наверное, это показывает его, характеризует как такого выдержанного бойца. Потому что тут эмоции зашкаливали. Итак, у нас четвертый раунд. Поединок становится веселым. Чем дальше, тем веселее. В принципе, такой склад впечатления, что вроде так же продолжается поединок. Так же идет вперед Аватесян. Но уже есть такое небольшое психологическое преимущество и у Саркисяна. Да, он ждет, его ждет, он ждет. И, я думаю, просто будет на себя выдергивать и встречать. Да, как в начале раунда мы сейчас увидели. То есть он понимает, что соперник не до конца все же восстановился. И у него есть шансы попасть снова. Да, и вот тот раз попал именно после атаки Саркисян. После того, как выбросил Аватесян левую руку после джеба. Немножко он ее так опустил и тут же попал Саркисян. И вот повторит ли эту ошибку, сможет ли использовать еще раз такой момент Саркисян? Да. Сейчас был такой эпизод, что два раза плотненько достаточно точно попал с джебом Артюн. Ну, а работа передней рукой, конечно, очень у него хорошая. Ну, вот ощущение, что восстановился за перерыв Аватесян. Арутина Аватесян. В черных трусах он. Его соперник Артуш Саркисян. Два мощных бойца. Итак, здесь поклинчевал немножечко Саркисян. Вот как раз вы слышите у главных, скорее всего, Аватесяна, которые говорят, что соперник его ждет. Да. Все правильно. Я думаю, да, приглашает, приглашает в атаку Саркисяна Аватесяна. Да, он хочет использовать снова похожий момент, хочет бросить свою правую через руку после джеба Аватесяна. Мне кажется, Аватесяну здесь нужно просто боксировать. Не нужно гнаться за реваншем, да, хотя очень хочется наверняка. Нужно просто боксировать, раз соперник позволяет. Ну, в принципе, он сейчас и сильно не обостряет, но, видимо, он продолжает так же вести поединок. Да, ему нужно набрасывать эти удары, если будет возможность поймать соперника. Причем большое количество джебов с передней руки у Артуна Аватесяна достигают цели. Да, 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 да. Вот им нужно, как ты правильно, коллега, выразился, растыкивать соперника с дистанции. И, возможно, раунд два, и этот джеб начнет действовать. Приносить плоды. Да. Совершенно сознательно, да, так свернул активность Саркисян. Ждет, ждет момента, чтобы пробить навстречу жестко, вот как сейчас, после атаки. После атаки, да. Ну, конечно, нельзя расслабляться Артуну, но нужно быть более собраннее в защите. Но вот он низковато руки держит. Ты знаешь, коллега, низковато держит руки. Это может, ну, может аукнуться, может аукнуться. Абсолютно верно, да. Чуть-чуть так халатно относится он к возврату руки после атаки к голове, к защиту. И вот уже раз был для него звоночек. Ну, похоже, что все же восстановился, да, проспект. Рутинные метисианы, наверное, раунд он все же забрал. Но посмотрим, что будет дальше. Что будет дальше. Тяжелые парни за 80 килограммов с лишним. Но вот они в этом поединке конкретно на церемонии взбешивания за день до боя. Ну, так, кавычка, скажем, как недовески выступили. То есть один 84,7, другой 85,2. Но думаю, что в день боя они уже, ну, оба где-то под 90, скорее всего. Ну, там плюс-минус 2-3 килограмма. Возможно, не так много гоняют ребята. Да, в принципе, да. Они молодые. Организм растет, молодой организм растет, как правило. 21 год одному, 22 другому. А мне, возможно, они еще обрастут мясом, что называется. Да, наберут мышечной массы. Но у нас шестой раунд. Из восьми запланированных. Проспект против опытного бойца Арутюна Витисяна является проспектом. Он в черных перчатках, в черных трусах побывал два раунда. Ох, вот я думаю, что такой тактический прием был со стороны Саркисяна. Да, тут Артюш немножко так имитировал пропущенный удар. Да, ну, хитрец, хитрец. Он отправил в четвертом раунде своего соперника в нокдаун, но не смог добить. Смог восстановиться Арутюна Витисян. Мы видим сейчас, работает первым номером. Мы даже голову в подмышку сопернику. Хороший джек сейчас выбросил. Арутюсян. Да, и у него все получается, когда он работает вот так через джеб. Много он попадает, успевает оттянуться. Но вот эта тактика выжидания, кстати, у нас уже шестой раунд. Может сыграть с Аркисяном, ну, не шутку. Абсолютно верно. Такой момент тоже нельзя исключать. Так по-хорошему наглеет уже Арутюсян, мы видим, да? Но это позволяет ему делать Артюш Аркисян. Совершенно верно. Позволяется, причем сознательно. Да, он снизил активность такую и пока вот так не обостряет. Тянет на себя, пытается контратаковать. Но будет ли у него еще один такой шанс в сегодняшнем поединке? Совершенно верно. Ну, коллега, видишь, Арутюсян по-прежнему низковато держит руки. И бреши в обороне у него есть. Тут именно момент, насколько хорошо у Аркисяна с таймингом. Насколько он готов повторить и почувствовать тот момент, когда нужно выбросить шуткий удар? На самом деле, коллега, если вот брать по точным попаданиям, то очень сильно опережает Арутюсян. На мой взгляд, Аркисяна больше у него моментов. И тот боковой удар был таким, как сказать, одним из единственных, наверное, точных ударов, которые он донес до цели так плотно и точно. Ну, вот сейчас пробил двойку Саркисяна и зачем-то приклеился к сопернику. Да, возможно, вот тут именно на средней дистанции, где он проходит джеб своего соперника, ему нужно развивать свои атаки. Ну, вот немножечко так с траекторией и дистанцией мажет. Вот хотя сейчас попал навстречу, слева причем, Саркисян. А Витясян по-прежнему подавливает. Очень хорошо сейчас навстречу через руку. Оп! Опа! Ну, шанс! Шанс здесь нужно на корпус было переводить Саркисяну. Немножечко прорезевал он тот момент, когда сплясал чуть-чуть в атаке. А Витясян... Раунд позади, на мой взгляд, опять-таки уходит он в проспекту. Все меньше времени остается, в первую очередь, для Саркисяна. То есть сейчас время работает на рутину Витясяна, на мой взгляд. Итак, седьмой раунд очень скоро, дорогие друзья. Оставайтесь на Бокс ТВ. Все самое интересное в этой программе буквально через считанные секунды. Секунды и минуты, да. Два главных события. Возвращение Арифа Магомедова и поединок Владимира Келеша против Яральгейзера. Арифа Магомедова и поединок Владимира Келеша против Яральгейзера очень скоро. Возвращение Арифа Магомедова и поединок Владимира Келеша против Яральгейзера. У нас снова шестой раунд. Да, видимо тут. Это прямой эфир, бывают различные всякие нюансы, импровизация. Так что сильно не удивляйтесь. У нас по-прежнему, ну по крайней мере, одно неизменно. У нас по-прежнему те же самые боксеры в шестом раунде, которые начинали первый. Ну и вот мы видим, старается так идти вперед и поддавливать. Да, абсолютно верно. Артюш Саркисян. Ему надо что-то менять и у него остается уже три раунда. Да, вот в черных перчатках, в черных трусах его соперник. Рутюна Витисиан, 21 год, 191 сантиметр рост. 7 побед, 0 ничьих, 0 поражения, 4 победы нокаутом. Стал профессионалом в октябре 2015 года. И Артюш Саркисян в синих трусах. 3 победы, 1 досрочная, 3 поражения, 1 досрочная, 0 ничьих. 22 года этому бойцу. Уроженец и резидент города Ярцево. Профессионал с февраля 2015 года. Вот мы слышим, подсказывают дальше, дальше, бей, бей. И, скорее всего, это подсказывают из угла Саркисяна. И действительно, у него есть удачные моменты, но потом он не развивает свои удачные моменты и так отпускает, скажем так, своего соперника. Ну, в общем, останавливается. Да, не продолжает атаку. Ну, вот сейчас Джебом встретил Витясяна Артур Саркисян. Ну, и достаточно так методично и собрано работает Артюна Витясян. Да, Артюна Витясян понял, что Джеб, его главное оружие в этом поединке, не стоит ему заряжаться на удар. Да, ему удается боксировать за счет передней руки. Все у него получается. Ну, можно так и выразиться, да? Перестукивает, перестукивает, перещелкивает по очкам. Саркисяна Артюна Витясян. Ну, у Саркисяна единственный шанс на победу выиграть досрочно. В четвертом раунде до 8 отправит соперника в нокдаун. Но развить успех тогда Артур Саркисян не смог. А вот здесь мог бы, кстати, поймать Витясян. Ну, надо отметить, очень хорошо чувствует дистанцию. А Артюсян постоянно он дергает, раздергивает своего соперника, маскирует начало своей атаки за счет вот этих финтов. Вот такой небольшой спут. И здесь в инсайде просунул слева по корпусу. Еще один раунд, на мой взгляд, в копилку Артюна Витясяна. Ну, мое ощущение, что Витясян, естественно, проиграл четвертый раунд, потому что оказался... Третий коллега это было, да, вот мы тут немножко сбились. Это был третий раунд. Третий раунд проиграл, потому что оказался в нокдауне. Ну, а все остальные раунды, наверное, так и с тем или иным преимуществом, более явным или более близко он все же забрал. У нас звучит бодрая, ритмичная зарубежная музыка, если не ошибаюсь. Это Jay-Z, 99 проблем, кит с 99-го года. А вот и нет, это продик. У нас сегодня очень много, кстати, было музыкальных пауз между раундами и измечала группа продик. И, видимо, диджей является поклонником данного коллектива. Возвращаемся в ринг. Седьмой раунд. Артюна Витясян против Артуша Саркисяна. Первый тяжелый вес. Весовая категория до 90 килограммов, 700 граммов. Черные перчатки, черные трусы повыше ростом. Артюна Витясян и, соответственно, черные перчатки, синие трусы. Артуш Саркисян. Выманивает, выманивает с Витясяна Саркисян. Хороший джет опять выбрасывает Арутюн. Ну так, по-моему, он... Знаешь, коллега, у меня ощущение, что он так уже просчитал своего соперника, просчитал как балды в действии. Ну вот сейчас снова был такой достаточно опасный боковой справа от Саркисяна. Все же ударчик-то есть у Саркисяна, несмотря на то, что из трех поглядишь. Одна досрочная. Ударить он может. И там уходил вниз, да, мы видели, уходил вниз. А Витясян и мог бы, в принципе, попытаться поддеть апперкотом его у Саркисяна. Но вот именно, наверное, вот так вот и нужно действовать Артюшу с Аркисяну. Артушу, да, нужно уже выбрасывать больше ударов. Вот это выцеливание, да, оно пока что не приносит ему успеха. Да, по очкам, мне кажется, он проигрывает. По очкам проигрывает, однозначно. Очень хорошо нейтрализует за счет передней руки все попытки атаковать своего соперника Артюра Ванесян. Но вот эти постоянные смены стойкие, они как раз таки сигнализируют о том, что иногда бывает не знает, что делать Артюшу с Аркисян. Ну вот ему, в принципе, хорошо выходить с ударом из инсайдера. Когда прижимается, когда прижимается к нему Витясян, ему нужно чуть-чуть оттягиваться и бить. Да, и бывают эпизоды, и очень интересно, он ловит, пытается ловить навстречу, на левую руку, навстречу правой своего соперника. Но так чувствует это. И иногда за счет свинтов скрывает свой передний джек Артюшу с Аркисян. Смотрите, сейчас немножко ситуация поменялась, и там был эпизод, когда приглашал в атаку уже Артюшу с Аркисян. Ему надо это делать, когда идет на него откровенный его соперник, он успевает где-то сместиться на ногах. И вот у нас рассечение, мне кажется, у Аркисяна под правым глазом. Вопрос от удара или от столкновения головами. Да, сечка под правым глазом, совершенно верно, все есть. Вот, пока не видно, насколько она серьезная. Ну и это может поменять ситуацию, в принципе, в этом поединке. И сейчас, да, мы видим, осмелел. Осмелел Арутюна Витясян. И так начал несколько даже острее действовать в раунде. Седьмой раунд позади, у нас остается еще одна трехминутка. Да, финальный восьмой раунд предстоит нам увидеть. Ну, в принципе, я думаю, что Арутюна Витясян сейчас делает все правильно. Просто быть внимательным в защите. Да, да. Лишний раз не отпускать руку. Строже и дисциплинирование провести заключительный раунд. Да, дистанция, дальняя дистанция. У него хороший джеб, хороший точный джеб, да, причем видно, что джеб такой. Да, он хорошо обученным работает. Не просто тычок, да, а то есть там какой-то есть. Арут, наверное, он работает с разным темпом его, делает очень много финтов, которые маскируют этот джеб. Очень грамотно после него прижимается и защищается. Но тут, конечно же, надо рисковать Артюшу Старкисяну, если он хочет одержать победу в этом поединке. Рисковать у него, кроме как выиграть досрочно, других вариантов уже нет. Тем интереснее будет смотреть заключительный раунд, да, то есть здесь понятна тактика Арутюна, понятна тактика Артуша. Ну, насколько смогут бойцы реализовать свои планы на поединок. Совершенно верно, совершенно верно, Целинь. Попадает сейчас джебом Саркисян. Не так часто ему удавалось за этот поединок. Вот решил поиграть в Бухамеда, в стиле короля бокса он так начинает двигаться по рингу. Но где же он был раньше-то, хотелось бы спросить. Но все равно, я думаю, в умеет держит, держит этот момент Артуш, чтобы прислужить. Ох, как хорошо, сейчас поднырнул под руку. А Ватюсян и тоже промахнулся, не попал. У меня внешне, кстати, Арутюна, Витясян, знаешь, кого напоминает коллеги? Амира Хана. Ну и так, наверное, немножко Владимир Кличко по манере ведения поединка. Уж очень похоже, он джебом работает. Вот да, у нас такой гибрид. Но при всем при этом, так интересно идет у нас поединок, и это заключительный раунд. Не, ну а Витясян, в общем-то, не считая тот нокдаун, доказывает, что он проспект. Он побеждал, кстати говоря, Егора Бакулина. У Егора был на тот момент рекорд 8 побед, 1 поражение, 2 ничьих. И выиграл досрочно тогда, в марте 16-го года Витясян. Побеждал техническим нокаутом очень прочного и боевого Владислава Еременко в апреле 2016 года. Другое дело, что Еременко залез в свою веселую категорию, но тем не менее. Можно и поклинчевать конец раунда, почему бы нет конец поединка. Да. Вот эта возня, она как раз больше на руку уже Аветисяну, чем Саркисяну. Время стекает. Опасный боковой был сейчас попытка навстречу от Саркисяна, но попал в плечо, прикрыт плечом Аветисян. Да, сделал, видимо, рутюн выводы. После того он отдауна. Стоп! Стоп! Два мяча, 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 два мяча. Заканчивается восьмой заключительный раунд. Вот встретил, встретил, да, но этого мало. Этого мало и Саркисяна. Вкладывается впечатление, что уже нет той ударной мощи, не оставил он ее для себя, Саркисян, чтобы вот именно потрясти соперника еще раз в этом поединке. С этим джебом немножко так и постоянно смены дистанции, и клинчем так измотал немножко Аветисян своего соперника. Совершенно верно. Хорошо сейчас поработал, кстати, да, Иветисян попал, ушел от удара и навстречу попал. Да, и вот той остроты уже нет Саркисяна, вот тут немножко даже открытой перчаткой. Вот это какой-то в стиле ММА какие-то, двух ударов. Восемь раундов позади, на мой взгляд, Арутюна и Викисян все же будет забрал, несмотря на то, что оказался в Макдауне. В третьем раунде, но как будет на самом деле решат судьи, и мы ждем судейского вердикта. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, мы поздравляем Арутюна и Викисяна с победой, остается он непобежденным. Теперь на его счету восемь выигрышей, четыре из них досрочные. И, конечно же, уважение его сопернику Артушу Саркисяну. Артушу удалось отправить Арутюна в нокдаун за этим раунде, но, к сожалению, для себя. Субтитры сделал DimaTorzok